В столичном футбольном манеже сегодня вспоминали легендарного капитана сборной Белоруссии и киевского «Динамо» Валентина Белькевича. 27 января футболисту должно было исполниться 43 года. Почтить память выдающегося игрока решили так, как наверняка он сам бы того и хотел. Товарищеским матчем между «Динамовцами» Минска и Киева. По итогам игры дружеская ничья. 3-3. На поединке работал Стас Липский. Он сейчас на прямой связи со студией. Итак, Стас, кто в итоге смог приехать в Минск? Вам слово. Приветствую, Юлия. Да, только так и по-другому, на мой взгляд, просто не могло быть иначе. Все же на Валентине Белькевича выросло как минимум одно поколение, и я в том числе. Еще два стали свидетелями становления его и как футболиста, и как тренера. Поэтому здесь, на трибунах футбольного манежа, был аншлаг. Собрались много людей и вдоль игрового поля. Две команды, в составе которых Валентин был на ведущих ролях Минска и Киевска «Динамо», сегодня встретились вновь в матче памяти. Выдающиеся мастера вышли как с белорусской стороны. Это и Геннадий Тумилович, Александр Хацкевич, Сергей Гуренк, Александр Кульчи, братья Маковские. Максим Ромашенко, так не менее именитым был представлен и коллектив гостей. Юрий Дмитрулин, Максим Шацких, Александр Алиев, Сергей Ребров приехали в Минск, чтобы отдать дань памяти своему другу и бывшему партнеру по команде. Хорошо, что есть люди, которые помнят. Жаль, конечно, что такие люди уходят, как Валик. По крайней мере, наше поколение и те, кто с ним играл, и кто видел его в игре, всегда будем помнить. Жаль, что так рано ушел. А вообще же говорить о душевности атмосферы, которая царила здесь, можно долго, но сложнее всего в эти дни. Согласитесь, родителям Валентина Белькевича. Эта скромность его, она не позволяла сегодня, вы знаете, как вот, грудь-то распашку и показывать, вот я сегодня герой. Он как-то так, я могу сказать, чтобы это правильно было выразиться здесь, он не афишировал себя, не пиарил себя. Он, конечно, в итоге, если что-то делал, то делал, как свою работу делаем, как вот вы делаете сегодня, как я свою работу делаю. Поэтому не было такого, чтобы его, как вы говорите, заносило. Валентин Белькевич за свою карьеру добился потрясающих результатов, пять раз становился чемпионом Беларуси, восемь раз чемпионом Украины и при этом был стилеобразующим игроком легендарного состава киевского «Динамо», которое доминировало в чемпионате Украины на протяжении десятилетий и добиралось до полуфинала Лиги чемпионов. Вместе со сборной Беларуси, которой на тот момент руководил Эдуард Малафеев, Валентин был как никогда в суверенной истории близок к выходу в финальную часть чемпионата мира. Федерация футбола нашей страны признала его лучшим футболистом в десятилетии. А в 2006-м исполкома БФФ награндил Валентина Белькевича своей самой высокой наградой – почетным знаком за большие заслуги в развитии белорусского футбола. Эти заслуги капитана сборной в среду вековечили памятным знаком на доме, где он родился, по адресу улица Энгельса, 34. В этот же день начальник управления спорта и туризма Мингородсполкома Сергей Фурманов заявил, что уже в ближайшее время будет рассмотрена возможность создания турнира в память о легендарном полузащитнике сборной Беларуси. Разумеется, он станет традиционным. И, на мой взгляд, как минимум этого легендарный футболист уж точно заслужил. Юля, вам слово. Спасибо, Стас. На связи со студией с футбольного манежа, где прошел товарищеский матч между «Динамовцами» Минска и Киева, был Станислав Липский. Так, сегодня в Минске почтили память легендарного капитана сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентина Белькевича.